Итак, приветствую, дамы и господа, с вами я, Бетарджи71, поэт, философ и музыкант. И, в общем-то, сегодня я хотел вам рассказать про итоги майнинга за первые полгода, за первые шесть месяцев. Значит, скажу заранее, что пока что я в плюс не ушел, потому что все монеты, которые я добываю, я либо их обмениваю на другие монеты, либо держу. Поэтому какого-то дохода у меня еще нет, только в монетах. А монеты, к сожалению, проседают в цене. Я не буду говорить, что именно сейчас я майню, потому что из-за того, что цена начала падать, некоторые криптовалюты стало проще добывать, потому что, видимо, кто-то продает свои майнинг-фермы, но, тем не менее, сложность у некоторых монет, она уменьшилась. Вот. Ну и, собственно, цена тоже. Монет стало больше, но они стали дешевле, и получается даже то количество монет, которые ты сейчас добываешь, оно все равно стоит значительно дешевле, чем то меньшее количество, которое было ранее. Значит, сгорел у меня блок питания. Это, между прочим, дорогой блок питания. Это, как он называется, NRMAX Revolution 87. Вот. Стоил он около, не помню сколько, 13-15 тысяч примерно такая цена у него. Значит, голд-сертификат. Где-то тут есть он нарисован даже. Где он? Вот. Видите, вот. Голд плюс, 1000 ватт. В общем, сгорел блок питания, то есть, когда я пытаюсь запустить материнскую плату на нем, то он просто щелкает, и сначала идет питание на материнку, а потом оно прекращается после этого щелчка. Притом, сам вентилятор, он продолжает крутиться, и такое ощущение, как будто бы он работает. Пытался отдельно его запускать без материнки, вот, ну, тупо, тупо замыкая контакты, вот, которые зеленый, зеленый и какой-то черный, да. Точно так же. Начинает сначала запускаться, буквально там 2-3 секунды работает, и потом щелкает, и снова врубается. В общем, в принципе, у меня есть гарантия на этот Revolution 87, потому что у них идет гарантия на 36 месяцев, то есть 3 года. Но такая проблема, что теперь же я живу не в Москве, а в далеком Подмосковье, то есть не в ближнем Подмосковье, а то, которое находится практически на границе с другими областями. То есть до Москвы мне кататься очень долго, и это, в общем-то, достаточно дорого. Вот, и я не знаю, что делать. Может быть, забить просто болт, либо найти просто ремонтную какую-то, сдать, чтобы мне отремонтировали, потому что, если я, например, сдам в ремонт, получится дешевле. Например, в ближайший город, если поеду, который там, не знаю, сколько там, 20-30 километров от меня, и, значит, может быть, получится дешевле там. Но если косарь будет стоить, то я думаю, что сойдет. Сойдет. Вот. Вот. Нежели, если я буду ездить в Москву, то там получится где-то около 2-3 косарей. Значит, что еще? Что еще? Как я понял, ну, я читал еще в интернете недавно, люди говорят, что вот эти голод сертификаты, они ни о чем, ни о чем вообще. То есть могут, в принципе, прицепить на любой блок, так сказать, просто цену этим самым повысят. А на самом деле тут еще можно поспорить о том, что будет ли дольше работать, либо будет ли выдавать те тысячи ватт, которые там указаны. То есть я читал отзывы про это Revolution 87, и там писали, что там некоторые мастера, которые разбирали его, говорили, что там, типа, идеальные внутренности, то есть дорогие внутренности, там конденсаторы не самые дешевые, то есть одни из самых дорогих. И типа из-за того, что там все сделано качественно, то есть все самое дорогое, поэтому и блок питания, типа, дольше должен служить. Вот хрен там, полгода помайнил на нем, потому что у меня бесперерывно работал, полгода помайнил, ну нет, был перерыв одна или две недели, когда я переезжал, то есть я пока не мог просто собрать майнинг-ферму, и в это время компьютер отдыхал, то есть блок питания отдыхал. Вот, значит, смысл в том, что надо было покупать дешевый какой-нибудь, потому что у меня есть, в принципе, дешевые. Сейчас пока что я поставил на эти аэрокулы, которые на 600 ватт. Раньше у меня вот вся система была на трех блоках питания, то есть два китайских на 1000 ватт, которые пищат, я не помню, как они называются, они по 3500 стоили, и один вот этот Revolution здесь стоял внизу. Revolution теперь накрылся, теперь у меня 4 блока питания, вот работают через вот такое замыкание двух контактов, зеленого и черного, то есть везде вот так убились, вот тут еще плодок где-то, не знаю, не видно, наверное, за этой штукой. В общем, теперь у меня 4 блока питания тащат эту систему, здесь система состоит из 11 видеокарт, то есть было 12 видеокарт, но сейчас одну я не подсоединил, потому что я думаю, что блок питания аэрокул просто не выдержит, и будет либо в блок уходить, либо сгорит. Вот сейчас покажу вам, что за карту я не подключил. Вот она, это видеокарта, такая дешевая, но для некоторых непопулярных монет очень даже подходит, для ноунеймов всяких. Вот, еще у меня есть одна видеокарта 1050 Ti, я пока что ее не подключал, то есть у меня две карты сейчас еще не подключены, это вот Ti, которая 1050, и вот эта, которая вам показала. Собственно, сейчас работает все где-то на 50-65-70% от мощности, я имею в виду вот эти мощные карты, которые 80-е, 70-е и 60-е, потому что они прям перегреваются. А, кстати, вот 80-е немножко потекли, вот она одна 80-е и вот еще одна 80-е. У них, короче, что-то потекло сзади, такое похожее на масло, но я тупо протер, просто вытер и поставил их обратно манить, пока что вроде не текут. То есть, видимо, то, что могло течь, оно вытекло и больше, видимо, не беспокоит. Вот, внизу вот эти слабые карточки я поставил, это 550-е, 560-е, вот две, вот вот третья, ну, в общем-то, получается три, или сколько, три, кажется, да, три вот Родиона этих слабеньких, и вот все остальные 8-е, это эти, как, 80-е, 70-е, да, и 60-е. Вот, я очень надеюсь, что когда-нибудь криптовалюты снова вырастут в цене, потому что сейчас, если продавать то, что я наманил, там получаются вообще копейки. Там общая капитализация упала где-то до 250 миллиардов долларов, а была она где-то, не помню, то ли 480, то ли 500 вообще, или даже 800, вот, честно, не помню, сколько там было. В общем, из-за этого цены-то и просели очень сильно. Я вот не знаю, будет ли лучше через год или через два, но я на это очень сильно надеюсь. Значит, что еще, что еще? Как я уже говорил, работает все на 60-75%, почему? Потому что сейчас жара, здесь у меня нет кондиционера, если я в Москве был, здесь его нет, и плюс здесь вагонка. Вагонка, и она греется очень сильно. Я что сделал? Я тут подсоединил вентиляторы различные, тут еще есть вентиляторы у меня, я из Китая заказывал. Вот, и я думаю их тоже кое-нибудь прицепить. Значит, что они делают? Они выдувают воздух, то есть они не выдувают внутрь, а выдувают. То есть вот эта штука выдувает воздух сюда к нам, тот, который поднимается вверх. То есть вот эти тоже выдувают горячий воздух сюда. То есть сейчас я стою, и прямо на меня дует горячий воздух. Вот эти тоже выдувают. Вот, именно я сделал чуть выше, чем сами видеокарты, потому что в этой части они всасывают в себя, а в верхней части они отдают горячий воздух, то есть вот где вот эти щели. И, короче, я выдуваю сюда, и тут прям жара, я вам скажу. При том, что здесь место такое достаточно маленькое, узкое, тут прям банька-парилка. То есть если включить на 100%, то температура у видеокарт поднимается до 90 градусов. А когда ты включаешь на, сколько там, 50-60 или максимум 70, то где-то от 50 до 70. Вот сейчас, ну большинство карт сейчас, потому что тепло, жарко сегодня днем, поэтому мне пришлось понизить до 55%. То есть, естественно, количество солов и количество хешрейта падает из-за этого. То есть меньше добываю монет, но лучше добывать меньше монеты, чтобы все работало, нежели в один день, чтобы это все сгорело, включая дом и включая меня. Потому что если я буду больше манить, и все это сгорит, я думаю, что монеты мне уже больше не пригодятся. Вот. Что еще? Здесь я пытаюсь вставить видеокарты как можно выше. Почему я это делаю? Потому что здесь у меня есть кошечка. Кошечка пушистая. Очень сильно линяет. Значит, когда у меня на полу стоял компьютер, я просто в него вставлял эти карты 550, и они майнили там всякие байткоины, не биткоины, а именно байткоины. А через месяц там было столько шерсти, там столько намоталось, что пришлось прям не только выдувать, но еще прям пинцетом вытаскивать, вытаскивать эту шерсть. Наверху шерсть тоже попадает, но значительно меньше. То есть чем выше ты ставишь видеокарты, тем сильнее они греются, но при этом меньше засоряются шерстью. И пыль, она более мелкая наверху, чем внизу. То есть внизу прям там куски шерсти, куски пыли летают, а наверху все-таки меньше значительно. То есть за полгода, который я майнил, даже не полгода, за пять месяцев, видеокарты, конечно, засорились, но они засорились не так сильно, как вот засорилась 550, когда стояло в системном блоке, который стоял на полу. Вот. На этом все, в общем-то. С вами был Бетард 671, поэт, философ, музыкант. Если хотите, подписывайтесь. Спасибо за внимание. Пока.